добрый день половина донбасса сидит без воды как вы думаете кто в этом был виноват конечно же украинская армия не верите сейчас я вам это докажу вот статейка на подробностях где указ рассказывается как террористы убили двух человек и разбомбили станцию первого подъема канала северский донецк донбасс славянске ну что ж а вот появилась недавно интересное видео здесь показывается как героически украинская армия борется якобы сепаратистами такого качественного компромата давно никто уже не снимал итак смотрим что мы видим на видео бтр стреляет в сторону каких-то домов кстати на нтв была новость что они стреляют по жилым кварталом но отчасти это правда но целились они в другое место вот вид скамер дома просто попали на линию огня ну не исключено что тогда они тоже стреляли внимательно смотрим на монитор товарища и что же мы видим куда он целится вот какие-то трубы идут правильно вот линия электропередач типа эйфелева башня вот указано расстояние куда он ну стреляет вот еще постройка которая находится на канале в общем все красиво те кто не верит что это происходило именно в славянске я собрал небольшую подборочку итак обстрелен был первый подъем собственно на карте он выглядит так кстати там было указано что стрельба велась с поселка со стороны поселка восточный вот он восточный поселок славянске это поворот на красный лиман вот читаем беля салас хидны на google maps это легко найти собственно красный лиманский поворот который контролируется украинской армией ну или там нацгвардии кем-то из них так это оставим вот собственно сам сама эта насосная станция вот она идет этот канал вот фотография с обратной стороны насосной станции вот здание насосной станции а вот на этом видео на 35 секунде кстати можете его найти в гугле показываются как ремонтники едут ремонтировать эту станцию вот это здание обращаем внимание на это здание действительно это оно и есть то что попадали и кстати по жилым кварталам которые оказались на линии огня видно вот примерно с этого времени что-то дымит сейчас приблизится камера тут какие-то домики стоят ну может это какой-то даже склад или магазин там кондиционер висит в общем то что на линии огня тоже страдало а сами разрушения можем увидеть примерно здесь вот они побитые трубы канала вот это вот за что я и говорил что он настолько в дырки даже рыба попадает да ну вот торчит кусок рыбины да 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 получается здесь вылетело под напором без того куда на отверстие в общем все увидели побитый канал так двигаемся дальше то есть никаких сомнений что это именно он и есть смотрим вспоминаем с какого расстояния стреляли стрелки сейчас здесь будет 3990 метров сейчас я поставлю на паузу здесь хорошо видно линию электропередач сам канал какие-то кусты извилистую дорогу и целится он в этот район сейчас мы можем на яндекс картах здесь более четко видно куда целился товарищ вот она эта эфелева башня так называемая линия электропередач от нее тень идет здесь вот это более высокое здание если не ошибаюсь это шлюз для сброса воды на канале ну могу ошибаться но я видел как с него вода когда-то текла вот эти кусты которые слегка преграждали обзор дальше тут выделил я прямоугольничком вот кусочек жилого района который попадал под обстрел возможно ну то есть попадал именно в зону обстрела а теперь смотрим расстояние отмеряем как раз таки 3990 метров 398 километров примерно в этой точке находился как раз таки этот БТР и вот он восточный микрорайон но на Яндекс картах он не подписан поэтому еще раз открываем гугл карты смотрим вот он и есть еще что можно добавить к этому явно армия старается оставить Донбасс без воды ну в принципе все с вами видели вот вот они в ту же сторону стреляют стреляют с артиллерией причем там палят они уже не один день в одном из видео об этом говорится ну и дальше здесь интервью главного героя кто оставил Донбасс без воды то есть все 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 Продолжение следует...